Короче говоря, я купил Рик на 240 ше почти за 40 тысяч рублей. Купил я у ребят из FromChinaWizLav. Доставка была достаточно долгая, но ничего страшного. Плачил, получается, 17 июля получил я 4 сентября. Как-то так. Так, что касается доставки, что касается качества, да все очень круто. У меня есть видео перед этим. В этом плейлисте просто вложены видео до, как я распаковывал, как я разбирал, как я прошивал. И вот наконец-то, так скажем, заключающее, заключительное видео о том, что я хочу увидеть, почему я решил купить такие странные вообще карты. По факту вышло лучше, чем я думал. Карты в отличном состоянии. Надеюсь, они проработают долго, потому что, глядя на чипы, некоторые, можно сказать, новые. Я видел и похуже, так скажем, даже у карт, которые все годик, так скажем, в эксплуатации. И, в принципе, копает уже, ну, нормально, копает еще. Вот, запустил 3.6, уже полчаса, наконец-то, на этих настройках. Что по факту у меня вышло? Вместе с доставкой 650 баксов, по курску 61 рубль я покупал, плюс 1600 у меня вышла доставка. Приехало все в двух коробочках. 41 250 рублей. Сейчас, в день, данная ферма приносит у нас 3 доллара 78. В чистую хочу заметить, потому что жрет эта гадина киловатт. Ладно, тут немножко обманули мы в подсчетах. Бам-бам-бам. 35 будем считать. 3,58. Хм, придется исправить. Жрет столько. 58. В день будет выдавать настолько. В месяц будет выдавать вот столько. И получится, что окупаемость у нас 6 месяцев. Где-то в среднем выйдет плюс-минус. Но мы все понимаем, что это не так. Скоро поз. Но сам по себе это очень интересный такой проект. Такая задумка. Просто последить, что сделает этот рик. Стоимость карты получается просто 5000. Чисто как бы карты. Там блок питания еще на 2200. Корпус, кульки, материнка. Вау. Круто. Кстати, что за материнка здесь? Сейчас покажу вам. Вот такой вот процессор. Крутой, классный. Материнка. 4 памяти стоит. Хм. Все запускается. Все работает очень быстро. То есть, если брать карты какие-то обычные, которые созданы для компьютера, с ними очень много геймера. Здесь же все запускается сразу. Все отображается. Подключается на приемы в PCI. 3 кулька стоят, которые я так и не решился включить, потому что орут они как чудовище. Соответственно, буду здесь фиксировать, что по факту будут какие-то выводы по этой ферме. Ее буду копать. Вернее, прибыль. С нее буду выводить на отдельную биржу. Буду выводить на Bybit. И постараюсь засечь, сколько реально она купится. Скоро мне приедут еще 3070M, RIC из 8 карт. По ним я сделаю такую же тему. И буду, ну, периодически, опять же, выкладывать видео, что мне накопают эти прекрасные фермочки. Брать такие или не брать, сейчас, ну, непонятно, конечно. Очень непонятно. Потому что потребление все-таки есть. А если у кода бесплатная розетка, ребята, берите вообще все. Все, что видите, скупайте, ставьте. А те, кто копает по 4 рубля, стоит задуматься. Но я все-таки очень сильно верю в майнинг. Верю в то, что на долгосрок это очень классный бизнес, который все-таки поможет выжить в этом суровом мире. Всем спасибо, если есть те безумцы, которые посмотрели все видосы по этой теме. Спасибо вам большое. Пишите в комментариях, что вы думаете. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok